Хрупкая девушка с сильным характером. Екатерина Циберт знает цену усердной работы. И к концу уходящего года Катя получила награду за старание – золото первенства мира по самбо, которое проходило на Кипре. Это вторые международные соревнования Кати в нынешнем году. Сначала были дети Азии в Якутии. Из-за волнения наша самбистка тогда стала вице-чемпионкой. Но на мировом ковре Циберт сумела подавить эмоции. Мне очень помогала Кристина Владимировна. Она меня настраивала. Но очень на самом деле было тяжело настроиться. Это потому что вторые мои международные старты. И я первый раз на мире выступала. К поединкам Катю готовила Кристина Сташкевич, которая сама является чемпионкой мира по самбо. Все броски отработали и оговорили заранее. Во время схватки вся надежда была на находчивость Кати и тренера, который вовремя подскажет нужный прием. Когда ты сам отвечаешь за свою борьбу, ты что-то можешь изменить. А здесь тебе можно только подсказывать, кричать. Конечно, это волнительно, очень волнительно. И я очень рада, естественно рада, что наша Катя стала первой. Я думаю, что это не первая, не последняя медаль. Есть на кого равняться. Первый поединок на первенстве мира Катя провела с соперницей из Белоруссии. Болевым приемом на руку наша спортсменка сумела заработать победу. Вторая схватка продлилась намного дольше. Цибирт противостояла хозяйке ковра, девушке с Кипра. Кате долго не удавался бросок, но все же самбистка переборола противницу. 8-0 победа ввиду явного преимущества. Заключительный третий поединок девушка провела с румынской самбисткой. Победу принес болевой прием на колено. Этот триумф за много километров от дочери увидели родители в прямой трансляции. Позвонила маме, было очень много пропущенных смс, ой, не смс, а звонков. И я позвонила, и мама просто радовалась. Она плакала в трубках, даже у нее просто были не знаю какие эмоции. Сейчас Катя готовится к первенству мира под зюдо. 12 января самбистка улетит в Москву для прохождения комиссии на допинг. А в феврале ее ждут два этапа Кубка Европы под дзюдо – в Италии и Испании. По результатам станет понятно, в самбо или дзюдо Катя будет продолжать свою спортивную карьеру.